Я всех приветствую, дорогие подписчики и гости нашего канала. Меня зовут Данил и добро пожаловать. Фронталки или же ножи с фронтальной системой открытия. Какие они бывают, какие у нас есть в ассортименте, давайте просто посмотрим и порассуждаем на эту достаточно интересную ножевую тему. Поехали! Ну, первые ножи, которые приходят на ум при словосочетании фронталка, это, конечно же, ножи Microtec, но они будут в самом конце. А если побюджетнее, то у нас есть прекрасный русский бренд, который производится в Китае, с названием Steelclaw. Он тоже производит ножи с фронтальной системой открытия, плюс-минус под таким же, ну, как бы, абрисом и технологиям, как и делает компания-прародитель Microtec. Только вот в качестве стали на клинке тут уже используются не высококлассные порошки, а самая вот такая у нас уже привычная D2. Ножи с фронтальной системой открытия открываются с помощью рычага. Он может располагаться как на спинке рукоятки, как вот в данном случае, так и сбоку рукоятки, как в случае с вот этой фронталка от Steelclaw. У них плюс-минус, как бы, одинаковые габариты, поскольку у нас законодательством Российской Федерации ограничена длина таких ножей в 89 миллиметров. Если кто не смотрел выпуск про холодное оружие, можете посмотреть его по всплывашечке в правом верхнем углу. Там все подробно рассказано. Например, вот в данном случае у нас клинок формы Tanto с долом, который сделан достаточно равномерно и хорошо. У ножа достаточно приятная и при этом не ломкая пружина. И у него, так сказать, традиционная для фронтала клипсон, которая хорошо садится на карман и этот нож спокойно оперируется. Также в качестве данной традициям у этого ножа есть и стеклобой. Но вот у другой уже фронталки от тех же самых Steelclaw куда более узкий клинок. Все также большая толщина обуха, потому что ну просто невозможно сделать фронталку с обухом, например, в полтора миллиметра. Механика будет не очень хорошей. А вот в четверочку или в три с половиной их делают чаще всего. Это уже непосредственно фронталка подает для того, чтобы конкретно что-нибудь открыть там быстренько, чуть-чуть отрезать, поскольку все-таки форма клинка диктует свои правила эксплуатации. Ну и конечно же фронталки это ножи в первую очередь фетишные. И фронталками я не рекомендую делать все то, что вы делаете обычным складным ножом. Например, там резать очень кислотные продукты, такие как лимон, потому что фронталку впоследствии будет не так просто промыть, как это можно сделать с обыкновенным ножом. Ну и они созданы для того, чтобы доставать ваших коллег по офису. Да, Игорь? Представляешь? Сидишь такой? Тык, тык, тык. Кстати, пока у нас идет вот такая религическая пауза, хочу напомнить вам, что у нас есть еще и телеграм-канал, в котором мы постоянно постим различные ножевые новости, околоножевые новости. Ну и просто радуем вас там дальше хорошим контентом. Поэтому перейдите по ссылочке в описании и подпишитесь, если он вам понравится. С более или менее бюджетными фронталками мы разобрались. Переходим к самому такому среднечковому классу, то есть это там уже от 5 до 15 тысяч рублей. И вот тут уже, как говорится, есть где разгуляться. На рынок выходят вот такие вот фронталки теперь Бекер Квайкин по дизайну Бернли, но теперь вместо того, что это фолдер, это прям полноценная фронталка с рукояткой плюс-минус от того же самого Квайкина, но вот уже с рычагом на спине, который работает тоже как часы. И единственный минус, который есть у этой фронталки, это то, что алюминий все-таки немножечко скользкий. В остальном в руке сидит хорошо, механика отличная. Тут тоже стоит столько D2, и вот для как раз таки того, чтобы радовать вас своим красивым анодированным алюминием в синей, она может стать вашей. Однако двумя самыми рабочими вариантами у нас будут Даггер Кощей, который за свои деньги предлагает очень хорошее качество, и ТТ от Стилклоу. Это немножечко разные по идеологии фронталки, поскольку у них совершенно разные толщины рукояти, но плюс-минус их можно использовать одинаково. Если ТТ от Стилклоу, это достаточно пухлая фронталка, которая очень хорошо заполняет руку практически как фиксированный нож, и у него высокие спуски прямые от обуха, и этой фронталкой можно будет довольно-таки неплохо порезать, практически как и обыкновенном складне, то вот Кощей это нечто среднее между, так сказать, самой узкой фронталкой, которую я вам показывал, и между ТТшкой. Поскольку спуски тут, ну, не от обуха, это все-таки спирпоинт, но у него тоже достаточно пухлая рукоятка, которая тоже хорошо сидит в руке, на всех этих фронталках практически есть стеклобой, ну, мало ли вдруг что, и он тоже сделан на Д2. Данная конкретная версия еще и лимитная, потому что тут алюминий окрашен в фиолетовый цвет. Смотрится на самом деле очень-очень приятно. Также у Кощей одна из самых приятных механик открытия, потому что вот именно этой фронталкой можно защелкать, так сказать, коллегу до смерти. Ну и, конечно же, самым таким классом, где изначально были созданы фронталки, это класс MidTech ножей, ну и непосредственно Microtech. Именно эта компания впервые выпустила на рынок нож с фронтальной системой открытия, назвала его UltraTech, и производится он по сей день. Тут их огромное количество, есть такие варианты, как Signature Collection, да, Signature Version, есть непосредственно кастомы от Morphione, есть плюс-минус вот такие серийные исполнения на М390 в дроппойнте с полусилейтером, ну и там Microtech есть где разгуляться не только по клинкам, потому что есть и Tante, и Hellhound, и так далее, и тому подобное, но и по цветам рукояти. Одним из моих любимых ножей от Microtech, в принципе, является Microtech Bounty Hunter. Это UltraTech Bounty Hunter, причем в полусилейтере. Смотрится он очень-очень харизматично. Также у нас еще есть вот такая вот фронталочка от Heckler Koch на стаде 154CM. Он достаточно уже долгожитель нашего шоурума, однако он все-таки продолжает радовать лично нас, мы его частенько берем на контент, чтобы пофотографировать, или просто показать вам еще раз вот такую вот красивенькую фронталочку с небольшим клинком и достаточно ухватистой и длинной рукоятки для этого ножа, что говорит нам о том, что этот ножичек можно будет спокойно использовать ну, в каких-то более таких интересных моментах. Благодаря еще и сведению у кончиков, которые достигают примерно 0,8 мм, им можно будет спокойно ковырять. В общем и целом, на данный момент вот примерно такой ассортимент фронталок у нас представлен в магазине. Но однако, к чему же я это все ввел? Фронталка это нож имиджевый, и он не предназначен для использования как полноценный EDC нож. Вы можете их таскать в спарке со складным ножом, то есть складень вы используете для порезки обеда и так далее, то есть то, что вы все обычно делаете складнем. А вот фронталку можно использовать как имиджевую игрушку-погремушку. Вот посидеть вот так, пооткрывать, позакрывать. В принципе, для этого они отлично подходят. Я на этом моменте с вами прощаюсь. Увидимся с вами совсем скоро. До встречи на нашем канале. Пока!